Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирные. Итак, у нас с вами второй прогноз для представителей всех знаков зодиака на 12 января 2022 года. Смотрим с вами. Сначала у нас с вами будет общая часть, а дальше карта дня для каждого знака зодиака. 12 января 2023 года. Общая карта дня. Хороший день. Благоприятный для общения, для заключения каких-то союзов, партнерства, приятного времяпрепровождения, встреч с друзьями, с коллегами, для каких-то посиделок, торжеств. Что в позитиве будет в этот день? Ну, в позитиве будет то, что определенная какая-то ситуация завершилась. То есть человек переходит здесь на какой-то другой уровень, открывает в себе новые какие-то качества, новые таланты, допустим. Начинает заниматься новым делом. То есть освобождение от какой-то старой программы здесь идет. Вот это в позитиве. А что в негативе? А в негативе, я думаю, что будет то, что если человек, знаете, как будто пойдет по второму кругу. То есть не освободиться от чего-то, а вот наоборот. Наоборот, будет допускать те же ошибки, допустим. Общаться с теми же людьми, от которых, по идее, нужно уже как-то освободиться. Пересмотреть, может быть, следует вообще свой круг общения. А вот в негативе как раз будет то, что человек не хочет этого делать. То есть он все равно за кого-то цепляется или за что-то цепляется. И таким образом вот здесь и получается вот эта проблема. Вот как дежавю. Какая-то ситуация может повторяться в вашей жизни. На что следует обратить внимание? На то, что в вашу жизнь приходят определенные перемены. То есть это может быть касательно дружбы, партнерства, любви. То есть что-то в вашей жизни будет меняться, при том очень-очень быстро. И здесь от вас уже зависит, как вы это воспримете. Легко, допустим. Или же наоборот, вы будете, скажем так, идти в отказ и цепляться за то, что уже следует отпустить. Но обратите внимание на то, как быстро развиваются вот эти события. Обратите внимание на тех людей, которые хотят с вами контактировать. Посмотрите вокруг. То есть вот здесь я бы так сказала. Посмотрите вокруг. Не циклитесь на чем-то одном или на ком-то одном. Так, что в личных взаимоотношениях? В личных взаимоотношениях страсть, притяжение, какая-то зависимость может быть. Знаете, когда без человека, но никак не можешь. Хитрости могут быть всевозможные. Обманы могут быть. Но это все ради того, чтобы получить желаемый интерес. И сильное притяжение друг к другу. Что в рабочей сфере? В рабочей сфере все прекрасно. Опять же таки, эта карта говорит о том, что какие-то новые перспективы, горизонты перед вами открываются. Вот у меня такое впечатление, что здесь у человека должны произойти какие-то глобальные перемены в жизни. То есть, вот как какая-то перемена, смена обстановки. Сама ситуация может меняться. При том, что все будет как-то получаться легче, проще. Главное просто принять эти изменения. Также в этот день человек может оказаться перед определенным выбором. Покончить с какой-то ситуацией. Или же опять же таки продолжать что-то тянуть. Как поступить, как быть. Так, можно ли давать деньги в долг? Можно. Можно ли брать деньги в кредит? И общий совет карт для всех нас. Так, ну, смотрите. Совет какой? Постарайтесь достичь какого-то взаимопонимания. То есть, постарайтесь наладить с кем-то контакт. Здесь дело в том, что речь идет вот в этом совете о партнерстве. Это может быть партнерство разного вида. То есть, это может быть партнерство личного характера, допустим, или касаться деловой сферы. Но тут речь идет о том, что мы видим пару, да, мужчину и женщину, которые в итоге могут достичь взаимодействия, вот как-то вместе, достичь хороших результатов, новых каких-то высот. Вот. Недаром мы видим здесь двойка жезлов, да, мужчина и женщина здесь. То есть, вот у меня такое впечатление, что здесь плодотворный какой-то, может быть, союз, гармоничный союз. Вот. И совет какой? Не упускайте возможность вот эту. Обратите внимание на человека, который рядом с вами есть. Потому что по этим картам, да, мы видим, что женщина, она как отвернута от мужчины. То есть, она или не замечает его, или же вот как-то не придает какого-то значения, допустим, ему. А вот тут наоборот, надо вот, возвращаемся, да, к восьмерке жезлов. Посмотрите, что вас и кто вас окружает. Посмотрите вокруг. Есть человек, с которым вы можете добиться очень многого в итоге. Не упускайте эту возможность. Так, ребята, дальше смотрим карта дня для каждого знака зодиака в отдельности. Сейчас мы это все дело соберем. Овны. Карта дня для вас Овны. На 12 января. Для Овнов хороший день, умеренность. Все будет как-то гармонично у вас. Все будет получаться. Хорошее самочувствие, хорошее настроение, получение каких-то новостей издалека. Вы также будете находиться под покровительством высших сил в этот день. То есть, вас будет как-то по-особенному оберегать, что ли. Хорошие новости, касающиеся работы, каких-то дел. Вы будете спокойны по какому-то поводу. Вы будете понимать, что вы хорошо потрудились на славу. Вот у вас в итоге все получилось. Тельцик. Карта дня для вас. Для Тельцов день нелегкий. Могут быть, знаете, такие сожаления о чем-то. Нет настроения. Апатия, допустим. Вот то, ради чего вы стараетесь, что-то делаете, вы просто в этот день поймете, что это все как-то бессмысленно. Что вы не можете что-то вернуть. Вы не можете сделать так, чтобы было как раньше. И при этом это может касаться, знаете, вот как дальнейшего развития какой-то ситуации отношений. Может быть, вы испортили с кем-то отношения. Можете испортить в этот день. Или будете как-то вспоминать, с кем ваши отношения оборвались, прервались. То есть, то, что должно было развиваться, или вы хотели, чтобы оно как-то развивалось в итоге, это разрушено. И вот здесь может быть какая-то меланхолия. Воспоминания могут быть. Об отношениях, о самом человеке, допустим. О том, как оно когда-то было, да, и как оно могло бы быть. Близнецы, карта дня для вас. Для близнецов хороший день. Вы будете стараться все успеть одновременно. И пообщаться, и поработать, и что-то приготовить, и что-то купить. Будете стараться сохранять определенный баланс. Занятия домашними делами вас будут волновать больше всего в этот день. То есть, может быть, вы будете все как-то по дому делать быстренько, быстренько. Тут будет скорость какая-то, быстро вам нужно будет все приготовить, убрать, постирать. Вот, все сразу. Все сразу. Либо же, здесь еще может проиграться, как выбор дома. Да, может быть, вы будете думать, где вам дальше жить. Как вариант. Раки, карта дня для вас. Ну, для раков день непростой, тяжелый. Да, то есть, вы здесь несете какую-то ношу. На вас, скажем так, очень много всяких обязательств. И медленно, но верно, конечно, вы продвигаетесь к какой-то поставленной цели, но это нелегко вам дается. Можете устать в этот день, да. И смотрите, здесь идет какая ситуация. Мы видим мужчину и женщину. На мужчине очень много обязательств, очень много всяких каких-то дел. Женщина, скажем так, вот она больше погружена в свой внутренний мир какой-то. Какие-то мысли ее беспокоят. То есть, здесь может стать остро вопрос о поддержке, допустим, о распределении каких-то дел. Вот такой. Или же, допустим, если мы говорим о вашей семье, могут разойтись как-то интересы, допустим, ваши с кем-то из близких. Допустим, одному человеку в вашей семье будет казаться, что достигнуть желаемого очень легко и просто. А вы будете понимать, что достигать придется вам, да. То есть, вот вам придется это как-то все на себе тянуть. И вообще, пока человек там будет просто о чем-то мечтать, представлять, вот вы должны будете все это реализовывать. И вам будет нелегко. Львы, карта дня для вас. Для львов прекрасный день, страсть, начало какое-то, желание действовать, желание покорить мир. Допустим, заявить о себе. Чем-то вы загоритесь в этот день однозначно. Притом, это дело будет вам по душе. Вы будете понимать, что это ваше. И упускать такую возможность вы не намерены. Вы будете действовать до конца. Девы, карта дня для вас. Для дев хороший день. Эмоции, чувства, любовь, разговоры по душам могут быть. Важную роль будет играть некий мужчина. Это может быть ваш муж, брат, допустим, родственник какой-то. И вот здесь, может быть, у вас с этим человеком серьезный разговор. Вы попытаетесь разобраться в какой-то ситуации. Да, может быть, есть какой-то вопрос, который вас беспокоит. Для того, чтобы его для себя решить, вам необходимо просто пообщаться. Здесь разговор по душам. Откровенный какой-то. Эмоциональный может быть. Весы, карта дня для вас. Для весов хороший день. Маг. Все в ваших руках. Вы чему-то обучаетесь. Вы открываете для себя что-то новое. Выступаете перед людьми. Заводите новые знакомства. У вас появляются новые какие-то связи. Интересы вы творите в этот день. У вас улучшается самочувствие. И вы понимаете, ради чего и ради кого вы живете вообще. То есть ради чего вы намерены что-то делать, реализовывать. У вас есть цель. И вы понимаете конкретно, что вы хотите получить в итоге. И действуйте. Скорпионы, карта дня для вас. Для скорпионов день такой. Я не могу сказать, что легкий, но тем не менее такой интересный. Вы будете что-то новое для себя узнавать, открывать, собирать про кого-то, будете информацию. Здесь может быть даже какой-то шпионаж. Я думаю, это не за вами будет шпионить. Это скорее всего, что вы будете проявлять кому-то интерес. И будете пытаться узнать для себя тайную информацию касательно некой дамы. Она вас будет очень интересовать. Чем она живет, как она живет, что у нее там. Все какие-то подробности ее личной жизни, ее дел. Вы захотите все это для себя разузнать. Она вам будет очень-очень интересна. Стрельцы, карта дня для вас. Для стрельцов хороший день. День королева кубков. Любовь, взаимопонимание, проявление чувств, проявление любви. Да, вот как тепло определенное, душевное тепло. Но в этот день, смотрите, у вас будет очень хорошо работать интуиция. Полагайтесь на нее. Или вы увидите вещи сон. Или вы получите какой-то сигнал свыше, допустим. Обратите внимание на какие-то там надписи, допустим, на улице. Вот это все знаки. Услышите там песню определенную по радио. Это все будет для вас, знаете, как бы послано свыше. И вот вы сможете это определить и принять правильное решение в итоге. Козерожки, дорогие, смотрим. Карта дня для нас. Козерожки. Ну, для Козерожек хороший день. Я думаю, что это будет карта касаться рабочей сферы. Но она у нас и выпадала на работу. Открытие новых горизонтов, возможностей. Планировать что-то будете в этот день. Возможно, планировать дорогу. Дорогу, новые дела, новое знакомство, новые связи какие-то. Что-то новое у вас в жизни будет. И вот у вас появится какой-то смысл жизни. Вы чем-то загоритесь. Что-то вас очень заинтересует. То, над чем вы долгое время думали, да, вот оно начнет как-то воплощаться у вас, реализовываться. Начнет что-то получаться. И вы будете этим довольны. Водолеи. Карта дня для вас. Для водолеев день неспокойный. Страхи могут быть, какие-то переживания, чувство того, что вы не можете повлиять на какие-то определенные события. Что вы как будто в безысходном каком-то положении, состоянии. Ну, посмотрите. Вы как закрытые, замкнутые очень. К вам не пробраться, не достучаться, не дозвониться. Уединение какое-то может быть у вас в этот день. Как день тишины какой-то, что ли. Может быть, будут какие-то обстоятельства, на которые вы бы хотели повлиять, но понимаете, что не можете. И приходится с чем-то, ну вот, мириться. Ну, так. Водолейчики, ну, не знаю. Может быть, это и в облако тоже будет. Почему нет? Так, рыбки. Карта дня для вас. Для рыбок хороший день. Принятие какого-то справедливого решения. Трудоустройство, оформление документов, подписание чего-то. Будет вынесен какой-то вердикт. Сможете с чем-то определиться, да? Больше не будет каких-то сомнений у вас. И здесь, знаете, вот такое впечатление, что какие-то деловые отношения могут перейти немножко на другой уровень, более, ну, личный какой-то. Деловые отношения могут стать вот как личного характера такие. Если мы говорим о каком-то партнерстве. Как зарождение каких-то вот отношений может быть. То есть, вот были рабочие, да, вот в итоге. То есть, вы понимаете, что человек, с которым вы работаете, он вам интересен не только как деловой партнер, допустим. Вот вы это почувствуете. Вот так. Я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok